Добрый вечер! Как сделать эффективным развитие производств и на что нужно сделать акцент в работе до конца года? В Бресте подвели итоги социально-экономического развития области за 6 месяцев текущего года на заседании Брестского обл.исполкома. В новый учебный год с новосельем спальный корпус медицинского центра «Тонус» открылся в Бресте. Парковаться или не парковаться? Сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями мусороперерабатывающего завода провели специальный комплекс рейдовых мероприятий. Заседание Брестского областного исполнительного комитета состоялось на текущей неделе в городе Надбугом. На повестке дня два весьма весомых и актуальных вопроса. Подведение итогов социально-экономического развития и исполнение бюджета в первом полугодии 2016 года, а также готовность учреждения образования к началу нового учебного года. Подробности в первом материале выпуска. Заседание Брестского областного исполнительного комитета началось с обсуждения социально-экономического развития региона за шесть месяцев текущего года. Участие в мероприятии принял председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович. Во главу угла стали такие показатели, как темпы строительства жилья, развитие рынков сбыта, вопросы обеспечения социальной поддержки граждан. Согласно ключевым показателям, установленным специальным решением в декабре 2015, пока наиболее активно реализуются такие, как инвестиции в основной капитал за счет иностранных источников, а также трудоустройства граждан. Преодолены негативные тенденции по темпам роста производств. Как итог, экспорт товаров составил порядка 98%. В частности, область держит планку первенства по объемам экспорта сельхозпродукции и продовольствия. Планомерно проводится переориентация рынков сбыта, расширение количества партнеров. В первом полугодии в промышленности в целом удалось преодолеть сложившиеся в предыдущие годы негативные тенденции по темпам роста производства. Полученный результат по индексу промышленного производства 103,9% позволил не только компенсировать падение предыдущего года, но и обеспечил дополнительный прирост в 0,5% предыдущему периоду. Существенный рост обеспечен по основным секциям. Горнодобывающая промышленность в основном за счет предприятия Гранит и ФОС составила 113,4%, в обрабатывающей 104,6%. По-прежнему основной прирост в обрабатывающей промышленности обеспечивается пищевой отраслью, где темп роста составил 108,2%. В то же время в предприятиях переработки имеются и резервы. В консервной отрасли, где темп сегодня составляет 87,4%, и комбикормовом производстве темп на сегодня 95,1%. Мы ожидаем, что данные показатели к концу года данной отрасли выйдут у нас свыше 100%. Однако деятельность по экономическому развитию в регионе должна быть более активной. Об этом говорил председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис, подчеркивая. Несмотря на то, что в целом показатели эффективности сравнимы с общереспубликанскими, полноценно потенциал всего производственно-экономического комплекса не задействован. Несмотря на то, что практически все показатели выше среднереспубликанские, темпы нашего развития ниже прошлогодних. Это нас не радует, так как и в прошлом году они были невысокие. По сути, у нас осталось 4 месяца, чтобы выйти на доведенные показатели. Для обеспечения годового прогнозного уровня ПВРП 100,4% как минимум, мы должны сохранить темпы роста промышленности, нарастив темпы производства сельхозпродукции. Если из-за погодных слоев мы потеряли объемы растеневожской продукции, то заместить их необходимо продукцией животноводства, а также необходимо использовать тот момент, что у нас очень хорошая сегодня ситуация складывается по остальным культурам, таких как кукуруза, сахарная свекла и другие культуры. Очень важна в решении подобных вопросов эффективная кадровая политика, а также нацеленность каждого работника на высокий результат. Об этом говорил в своем обращении к присутствующим председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович. Необходимо комплексное использование всех имеющихся ресурсов. В противном случае не обойдется без проблем в конце календарного года. База существенно не изменилась. Значит, необходима большая мобилизация ресурсов для того, чтобы действительно выполнить те показатели, которые доведены. Надо давать конкретную персональную оценку кадрам и ставить конкретные задачи. Тогда будет результат. Иначе это будет постоянно разговор ни о чем. Второй вопрос на повестке дня – готовность учреждения образования к новому учебному году. Уже через несколько дней за парты в учебных заведениях региона сядут чуть больше 160 тысяч учащихся, 17 из которых первоклассники. Для организации учебного процесса создана комплексная материально-техническая база. Ее готовность была подтверждена специальными комиссиями, которые проводили проверку на протяжении летних каникул. Созданы условия для широкого использования современных компьютерных технологий. Все учреждения обеспечены педагогическими кадрами. В Брестской области продолжает функционирование 1162 учреждения образования, включая 509 учреждений общего среднего образования и 473 дошкольного. К началу учебного года будут закрыты 26 учреждений. Из них 13 школ, 10 дошкольных, и организованы 8 учреждений образования. Из 13 закрытых в текущем году школ в семье обучалось до 25 учащихся. В области таких учреждений остается 3. Продолжает работу 48 школ с контингентом 50 учеников. К учебным занятиям приступит около 162 тысяч учащихся, что на 3 тысячи больше, чем в прошлом учебном году. Отдельным блоком шло рассмотрение вопроса по созданию дополнительных мест в детских садах. Такой вопрос сегодня особенно актуален для больших городов, таких как Брест, Баранович и Пинск. Решение этого вопроса было частично компенсировано путем использования внутренних резервов. Только в нашем областном центре без нарушения санитарных норм были созданы дополнительно несколько сотен новых мест. По этому году мы сделали не то что прорыв, но по крайней мере провели работу. Во-первых, в бюджете нашли 6 миллиардов рублей целевых денег, и эти деньги мы выделили для московского ленинского отдела образования. И создали дополнительно без этой школы сад 873 места. Каким образом? Мы начальную школу в прошлом году трансформировали в учебно-педагогический комплекс 36-ю. В этом году 34-ю начальную школу мы тоже сделали ясный сад начальная школа, то есть уже апробированный компонент вот этих учебно-педагогических комплексов, который себя полностью оправдывает. И мы выделили деньги на покупку мебели, на приобретение оборудования. И в существующих уже ясельных и садовских наших учреждениях, всего в городе 66 садов, мы создали дополнительные группы. Таким образом, только за счет организационного компонента мы создали в этом году 873 новых мест в садике. Учитывая, что типовой сад 260 мест, практически мы виртуально построили 2,5 новых садика. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дорс Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Новый корпус областного центра медицинской реабилитации «Тонус» был торжественно открыт накануне в Бресте. На протяжении почти четверти века компетентные врачи помогали юным пациентам из разных уголков Белоруссии, которые спешили сюда за помощью и моральной поддержкой. Учитывая специфику лечения, находиться в Бресте малышам с родителями приходилось неделями, однако остановиться им было негде. Теперь прямо во дворе центра появился большой спальный корпус, который вместил в себя не только мини-гостиницу для проживания, но и процедурные кабинеты и даже столовую. На открытии новых площадей побывала и наша съемочная группа. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, расскажет подробнее. Новоселье в Центре медицинской реабилитации стало настоящим праздником. За строительством нового корпуса особенно следили родители и их малыши. Ждали этот подарок и сами врачи. В республике практически нет таких объектов, где дети с психоневрологическими заболеваниями могут проживать и получать услуги в комплексе. Теперь лечение юных пациентов будет приятным вдвойне. Строительство нового трехэтажного здания на 88 мест было начато в 2012 году. За период возведения на объекте освоено порядка 54 миллиардов нединаминированных белорусских рублей. Кроме спальных комнат, оборудованных всем необходимым, здесь были обустроены залы лечебной физкультуры, врачебные кабинеты, помещения для персонала, буфет. Это 44 комнаты для проживания мамы с ребенком, иногородних. Это дети из нашей области, это дети из других областей Республики Беларусь. Увеличивается количество процедур, увеличивается качество нашей реабилитации. Потом походка хорошая. Ему хорошее очень нравится. Юная Софья с мамой Еленой в Брестском центре «Тонус» уже давно стали постоянными гостями. Несмотря на то, что семья проживает в Гомельской области, за помощью влечения девочки регулярно приезжают в Брест. Здесь, по словам мамы, и помогут, и морально поддержат. А теперь еще и смогут на время предоставить комфортабельное жилье. Очень удобная, большая комната, две кровати, стол, стулья. Ну, то есть, и микровогрубка есть, и электрочайник, то есть, и туалет, и ванна, и все. То есть, условия, я считаю, что для проживания очень хорошие. Появилось в комплексе и новое усовершенствованное медицинское оборудование. С первых дней его стали активно использовать в лечении юных пациентов. Это компетензированный тренажер, который рассчитан на то, чтобы у наших детей стереть неправильно стереть их походки, восстановить, скажем, физиологически норму. Только в прошлом году на базе медицинского центра «Атонус» получили помощь порядка полутора тысяч малышей, около половины из которых – жители города над Бугом. Чуть больше 400 – проживающие в Брестской области. Остальные – представители других регионов Беларуси, а также иностранные граждане. На реабилитацию в учреждении принимаются дети с поражением центральной нервной системы, сочетающимся с нарушением в работе опорно-двигательного аппарата, умственного и речевого развития, слуха и зрения. Введение корпуса медицинского центра «Атонус» позволит существенно повысить качество реабилитационных услуг, а также сделает лечение более доступным. Это благородно в том плане, что мы этих людей не оставляем один на один с родителями, а даем им возможность после реабилитации они многие нормально себя чувствуют и неущемленными по сравнению с другими людьми. Поэтому вот в этом плане этот объект, конечно, очень важен. И он прежде всего оказывает помощь детям, которые живут, и их родителям, которые проживают на территории области. Ну и важно, что он пользуется спросом, и сюда хотят попасть и за пределы нашей страны. То есть это имидж Брестской области, это имидж медицинских работников, которые у нас работают. То есть это очень важно для области. В областном центре под эгидой Белорусской торгово-промышленной палаты должен появиться большой выставочный зал, который будет принимать бизнес-мероприятия мирового уровня. Такое предложение было озвучено во время проведения областного собрания членов Белорусской торгово-промышленной палаты по Брестскому региону. Более сотни представителей предприятий области стали участниками открытого диалога, который стал своего рода предшественником масштабного съезда в столице. В этом году он будет юбилейным, десятым. На нем будут подведены итоги деятельности палаты за последние три года. О том, какие аспекты деятельности Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты были рассмотрены во время большой встречи, а также какие направления будут перспективными на ближайшие три года, ответы на эти и многие другие вопросы в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Дать предприятиям и предпринимателям разных стран возможность активно взаимодействовать с партнерами из региона – одна из основополагающих задач для Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Деятельность предприятия многогранна и имеет свою определенную специфику, что обусловлена особым географическим расположением Бреста – города, ставшего транспортно-экономическим перекрестком на границе Белоруссии, Украины, Польши. Большое влияние на работу представительства оказывает деятельность первой в Республике свободно-экономической зоны Брест, а также создание и развитие еврорегиона БУК. Все это не могло не сказаться на том большом объеме работ, которые были выполнены за последние три года. За этот период поменялась география нашего сотрудничества. Если раньше основным партнером Российской Федерации и здесь наши предприятия соседей государства – Польша, Украина, Германия, Венгрия. Сегодня отделение работает на рынках Юго-Восточной Азии. Отделение работает сегодня на рынках Ближнего Востока. Имеются неплохие наработки. Ну и мы пытались и будем пытаться доводить до сведения всю ту работу или же наше предложение, где могут быть полезны и вам. Брест у нас всегда был на передовых позициях. И эта тенденция сохранилась, несмотря на все сложности, которые сегодня есть в нашей экономической жизни. Не по нашей вине. Мы знаем, что наши основные торговые партнеры, к сожалению, испытывают свои сложности. Но, несмотря на это, у нас довольно хорошие показатели по Брестскому отделению торгово-промышленной палаты. Именно с подведения итогов работы за последние три года началось областное собрание членов Белорусской торгово-промышленной палаты по Брестскому региону. Во время проведения мероприятия были оценены показатели эффективности деятельности подразделения, а также определены планы дальнейшей работы. Одна из ближайших перспектив – десятый республиканский съезд, для участия в котором были избраны 20 кандидатов. Кроме того, не остался без внимания вопрос развития материально-технической базы учреждения. Строительство нового выставочного зала в Бресте – одна из актуальных тем. Мы видим, что сегодня активность нужно во многом деловую переносить и в регионы. Сегодня, к сожалению, так складывается, что в Минск едут основные наши зарубежные партнеры. Задача состоит в том, чтобы укреплялись наши регионы. И, конечно, мы очень серьезно размышляем о том, что все-таки Брест сегодня имел свою выставочную площадку, которая бы оперировала ТП, которая по закону и занимается выставочной деятельностью. Конечно же, подведение итогов – это момент особенно приятный для тех, кто трудился все это время, покоряя новые экономические вершины. За активную работу во время проведения собраний были награждены самые деятельные организации региона. В их числе есть и новые, совсем молодые предприятия. На данный момент мы работаем над увеличением производства. На данный момент мы уже выпускаем более 5 тонн продуктов в месяц. Но в ближайшие полугодия мы планируем довести до 10-15 тонн. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». К другим темам. Традиционная августовская городская конференция педагогических работников в очередной раз собрала учителей Бреста для того, чтобы в преддверии Дня Знаний перед началом нового учебного года обсудить темы актуальные. Во главе угла по-прежнему самый важный вопрос – обеспечение высококачественного образования. Образование города в контексте развития человеческого капитала. Так звучало название нынешней августовской конференции. В традиционной встрече приняли участие мэр областного центра Александр Рогачук, а также главы районов города. О том, как это было, вы узнаете из сюжета Софии Бережной. Традиционная августовская конференция началась торжественно. Отступив от формата официальной встречи, организаторы решили начать с поздравлений педагогов. Тон мероприятию задал председатель горосполкома Александр Рогачук. В своей приветственной речи мэр города поблагодарил наставников за труд. В преддверии праздника Дня Знаний поздравил учителей и пожелал приумножения успехов в новом учебном году. За вклад в общее дело образования молодежи глава Бреста вручил грамоты городского исполнительного комитета. Со сцены прозвучали слова поздравлений педагогам и от глав административных районов областного центра. Тема конференции предусматривала рассмотрение нескольких важных аспектов. Заострить внимание на каждые из лободневных тем для будущей эффективной работы. Главный повод, собравший педагогические кадры Бреста. Основной приоритет по этому году мы сделали по дошкольному образованию. Все средства бюджета мы направили на увеличение количества мест в дошкольных учреждениях. И таким образом практически тысячу мест в детских садах мы создали. Не за счет уплотнения как такового, а за счет того, что мы докупили новую мебель. Мы сделали определенные организационные моменты, преобразовав начальные школы в учебно-педагогические комплексы. То есть там, где начальная школа, там теперь сад, начальная школа. И поэтому, конечно, это был приоритет этого года, зная остроту этой проблемы для нашего города. В целом, по задачам на этот год, конечно, это качество образовательного процесса, индивидуальный подход к каждому человеку. Самое важное, чтобы никакой интернет не заменил учителя. Это самое важное. Поэтому на сегодняшнем совещании мы будем говорить и о составляющей финансовой, материальной, и все-таки о качестве образовательного процесса. Подготовка к новому учебному году велась серьезным образом. 135 учреждений образования города уже готовы принимать детей. В полном комплекте – педагогический состав. К работе с 1 сентября приступят и молодые специалисты. На работу к нам в этом году прибыло более 150 молодых специалистов. Все они трудоустроены. К сожалению, нам не удалось устроить всех молодых педагогов, прибывших к нам по специальности, поэтому предлагалась многим из них педагогическая работа. Работа в должности педагога-организатора, работа в должности воспитателя дошкольного учреждения. Чем выше ступень образованности человека, тем выше качество его жизни, показывает мировая практика. Стремиться к совершенствованию в сфере образования – задача первоочередная. Работа в этом направлении ведется активная. Новшество только за последние годы красноречиво свидетельствует о том, что время не стоит на месте. С ним ногов ногу шагает наука и образование. Активное внедрение профильных классов – тенденция плотно укрепившаяся. В 2015-м в Бресте появился первый педагогический класс, рассчитанный на целевую подготовку будущих наставников. Открытие второго планируется уже в этом году. Обучение в таком классе дает гарантию ученикам на некоторые преференции при поступлении на педагогические специальности. Профили традиционно определены Министерством образования. Сегодня они могут быть любым сочетанием под заявленную потребность ученика. Химико-биологический, физико-математический, гуманитарный, с изучением и белорусского, и русского, и экономический, и математика, и иностранный язык. С 2008 года эта работа, с того времени, как у нас вышел декрет номер 15 президента, когда у нас свертывалось 12-летнее образование, было свернуто профильное обучение, у нас эта работа перманетно продолжалась через факультативные занятия и так далее. А с прошлого учебного года Министерство образования это все развернуло официально. Это нашло поддержку среди педагогической общественности, среди родительской общественности, среди самих учащихся. 35 тысяч учеников Бреста в считанные дни сядут за парты и приступят к учебе. Положительная демографическая динамика и, как следствие, рост количества детей, поступающих дошкольные и школьные учреждения образования. В этом году их общее число увеличилось на 327 человек. Учитывая этот факт, городские власти делают значительные шаги в сторону создания благоприятных условий для получения образования, создания новых учебных мест. София Бережная, Дород Букунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. Как не надо парковаться. Именно эта фраза приходит на ум при виде дворов жилого комплекса, многие из которых напоминают автомобильный парк, состоящий из машин жильцов. Для специальной техники проезд в такое место превращается в настоящую полосу препятствий. Нужно проявить чудеса маневрирования, чтобы не зацепить рядом стоящий автомобиль. Сегодня проблема продолжает набирать обороты. Только за последние полгода в Бресте было зафиксировано 15 случаев ДТП с участием мусоровозов. Кто виноват и что делать? Ответы на эти вопросы наша съемочная группа искала в ходе совместного рейда госавтоинспекции и Брестского мусороперерабатывающего завода. Подробности в сюжете Виктории Драгобецкой. Двор по улице Вульковской невольно ассоциируется со знаменитой детской загадкой. Ни окон, ни дверей полна горница людей. В нашем случае железных коней, припаркованных жильцами дома в произвольном порядке. То, что они – реальная проблема, становится понятно через несколько минут, когда в арке двора появляется мусоровоз. И так каждый день признается водитель Александр Сверба. Из-за припаркованных в неположенном месте автомобили из заезд во двор превращаются в работу ювелира. Развернуться для выезда – и того сложнее. Почти нет такой смены, чтобы заезд в проблемный двор не заканчивался вызовом ГАИ, сетует водитель спецтехники. Как правило, паркует очень плохо. Вот здесь в данной ситуации в арке поставили машину, не проехали. Вчера был случай, как бы просто приехали, две машины поставили, не смотревши. И легковой вроде проедешь, а грузовой – нет, не пройдешь. На выгрузку одного контейнера мусоровозу положено не более двух минут. Поэтому при подъезде во двор, видя, что преграждает ему забор мусора автомобиль, он может подождать буквально минуты 2-6, в зависимости от количества контейнеров. Далее ему необходимо выезжать по другому адресу. Соответственно, мусор остается во дворе, возможности забора его не было. Жители начинают жаловаться, что мусорки переполнены, уже все это начинает вываливаться с контейнера. Со своей стороны жильцы решили, что будет лучше, если дворник дома будет выкатывать мусорный контейнер к дороге, чтобы водителю мусоровоза не пришлось добираться до него сквозь тесно припаркованное авто. Компромисс налицо, однако, увы, этот шаг проблему до конца не решает. Дом проектировался еще в далекие 2000-е годы, где на парковочные места никто не обращал внимания. И в нашем доме 126 квартир, парковочных мест всего максимум 30 машиномест на 126 квартир. Поэтому ситуация остро стоит. Единственное, чтобы закрыть вопрос и выйти из этого положения, возможно, где-то оборудовать площадку для контейнеров недалеко от дороги. В свою очередь, сотрудники завода видят решение проблемы только в сотрудничестве всех участников конфликта, призывая граждан не ставить личные транспортные средства в неположенных местах, поскольку это мешает очистке города от мусора. Однако, инспектор ГАИ предлагает бороться с проблемой более радикальным способом. Проблему можно решить платными парковками и непосредственно сами граждане должны понимать, что поставив автомобиль, они будут затруднять движение. И если просто до граждан не доходит, тогда уже будет административная ответственность. На первый раз это одна базовая величина, повторно две базовые величины. Если паркуются грузовые автомобили, штраф составляет на первый раз пять базовых величин, повторно десять базовых величин. Какой вариант будет применен на практике, пока неизвестно. Водителям мусоровозов по-прежнему остается показывать чудеса маневрирования и надеяться на сознательность граждан. Виктория Драгобецкая, Андрей Щерб, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу Букинформ. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале Бук-ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-6367. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Букинформ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. В воскресенье 28 августа в городе Бресте ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 15-17 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся на отметке плюс 28. 29 августа областной центр будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, перемещающихся с Западной Европы, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью будет по-прежнему тепло, плюс 17-19. Температурный фон дня плюс 28, плюс 30.